Большой привет всем моим подписчикам, всем моим друзьям, всем-всем-всем-всем пользуясью YouTube, который смотрит мой канал. Это Вероника. Очень рада вас приветствовать на своей страничке. Сегодня у меня в городе, в Москве прекрасная погода. Я надеюсь, что в ваших городах, в ваших странах такая же замечательная погода. Или она хотя бы уже стремится к весеннему теплу. Захотелось сделать ролик из разряда Get Ready With Me, потому что появилось очень много интересных новых продуктов, которые стали моими любимчиками. Появилось очень много, наконец-то, весенней, светлой, легкой одежды. Также я сегодня на глазах выполнила свой в последнее время стандартный макияж. Он очень легкий, очень простой, но при этом он притягивает очень много внимания. И каждый раз, когда я делаю селфи с этим макияжем, вы меня спрашиваете, какие продукты я использовала и что это такое. Поэтому видео будет очень насыщенным. Я надеюсь, да, осталось его только смонтировать. Надеюсь, вам понравится. Пишите ваши комментарии внизу, задавайте вопросы, постараюсь ответить на все интересные. Люблю вас, целую. Ваша Вероника, давайте приступим уже, наконец, потому что хватит болтать. Ну что ж, девочки, поехали, наверное, да, потихонечку. Начинаем с волос. Я сегодня буду показывать очень-очень много всяких интересных средств. Это у нас сыворотка для роста волос от марки Allerana. Я на ней не буду подробно останавливаться, потому что у меня будет отдельный обзор о данных средствах. Но пользуюсь ей через каждое, точнее, каждое мытье головы, да, на чистые волосы на шинокорне. Делаю легкий массаж. От нее есть такой легкий-легкий покалывающий эффект. Ну, в принципе, мне нравится. Следующее средство, за которым я просто охотилась в Москве, это марка TG Bad Hat Small Talk. Как это оно называется, оно уплотняет волосы, при этом не склеивая их. Обожаю. Это вообще мое открытие от марки Tony & Guy Volume Plumping Mousse. Честно, забыла, когда последний раз пользовалась муссами, потому что они все слепляют волосы и делают из них мочалку абсолютно не блестящую. Этот мусс какой-то сумасшедший просто. Он делает потрясающий объем на корнях, волосы очень вкусно пахнут, приятный объем, такой непротивный, нелипкий. В общем, супер. Дальше я просто беру фен, сначала сушу корни, как придется, да, а потом беру уже круглую щетку. Приходится теперь работать с ней, потому что у меня отросло мое перманентное выпрямление. Вот, так что приходится уже теперь орудовать щеточкой. Не очень я это люблю, но скоро снова выпрямлю волосы. Дальше просто их расчесываю, и они у меня раскладываются, как вы видите, на пробор. В принципе, все. Теперь приступаем к макияжу. Тоже здесь будет куча клевых средств. Начинаем мы с сыворотки для зоны вокруг глаз. Это клиника, она охлаждает перед макияжем самое то. Это моя новинка от марки Victoria's Secret. Спрей. Его наносишь до макияжа и после. Продлевает ему жизнь. Главное, чтобы это все у вас просохло. Как вы видите, я просто уже взяла фен, потому что сушить руками невозможно. Это вообще моя огромная любовь. Georgia Armani Face Fabric. Этот тональный крем скорее похож на тонирующую базу. Он абсолютно невидимый, абсолютно легкий. Он не перекрывает сильные какие-то прыщики. Так что будьте аккуратны. Очень-очень легкий. Пудра Skin Illusion от Clorance не угадала с цветом. Темновато она мне. На весну будет хорошо. Опять-таки моя новинка от The Body Shop. Начиталась я, что это самый, ну не самый, один из самых крутых бронзеров, что он не желтит, а делает именно то, что нужно. Ну, как вы видите, справляется, зараза. Классная штука. Реально не жирнит, не желтит. В общем, супер. Снова я стала пользоваться вот этой вот сиялкой от MAC. Обожаю ее. Карандашик от Clinique для бровей. Мне он нравится тем, что очень красивый у него цвет, похожий на мои волоски, да. То есть он такой именно серо-коричневый, без рыжины. Сверху все фиксируем средством от MAC, Brow Set. Мне оно нравится. Оно не жирное, не мокрое, не противное, не липкое. Ну, пользоваться можно. А следующий продукт у нас тоже от марки MAC. Это тени Paint Pot. Это у меня уже, кстати, оттенок не самый вот известный, да, Painter, а немножечко другой. Если вам интересно, в описании напишу, как он называется. Все время забываю. Naked, Naked, Naked. Ну, что тут сказать. Все стандартно. Обожаю эту палетку. Она очень хорошо смотрится на глазах. И по ней прямо вот идешь шаг за шагом, наслаиваешь оттенки один на другой. И получается замечательный, стойкий, отличный макияж. Единственное, что хочу сказать. Тени немножечко пылят. Поэтому под них нужны такие не супер нейлоновые кисти. Скорее, больше натуральные. Ну, и, конечно, тени нужно наносить на базу. Тогда они становятся ярче, и тогда они живут гораздо дольше, что тоже, в общем-то, очень-очень важно. Карандаш для глаз 24 на 7, тоже от марки Urban Decay. Да, крутой, да, классный. Очень быстро впитывается в веко, поэтому растушевывать его нужно прям быстренько-быстренько. Очень классный у них палитра оттенков. Ну, действительно, не зря на американском YouTube так их любят. И просто гвоздь программы – это вот эта вот блестящая подводка от Urban Decay. Вы не представляете, какая я дурочка. Я не записала, как я ее наношу на глаза. Ну, вот вы здесь можете наблюдать, почему я делала под нее черную подложку, потому что так она работает лучше. Девочки, это бомба. Это просто бомба. Я обожаю эту подводку. Она дико крутая, и всем советую. Там есть разные оттенки. Уж насколько я не люблю блестки, да, на глазах. Это выглядит просто супер. Немножечко обошла вниманием тушь от Bobby Brown. Не скажу, что она моя любимая. Иногда приходится с ней поковыряться, но на каждый день неплохо. На губы я наношу вот такой вот интересный продукт от марки Saint Laurent. Это и помада, и румяна. Но чаще я его использую в качестве помады. Получается такой немножечко матовый оттенок, как будто бы тинт для губ. Мне, в принципе, нравится. С макияжем покончили. Приступаем к аутфиту. Вот это средство от The Body Shop. Я его просто оба... Фу, Body Shop, господи, вру. Bass and Body Works. Вот как оно правильно называется. Что-то там с маной связано. True Blue серия. Запах просто волшебный. Как оно смягчает кожу. Я просто схожу от него с ума. Обратите свое внимание. Супер средство. Выбрала я сегодня такой абсолютно casual вид. Немножечко такой романтичный. Ментоловый свитер. Белая пальтишка. Джинсики. Туфельки. То есть прям я сегодня такая вся ми-ми-ми. Захотелось быть очень-очень весенней. Очень-очень летней. В принципе, вот что у меня получилось. Не знаю, в моде ли махеровые свитера или нет. Но я их очень люблю. Они милые. Не пишите мне, пожалуйста, то, что я поправилась. Я знаю, что я поправилась. У меня прям какая-то беда вообще со мной. Никак не могу начать худеть. Да, вот есть у меня такое. Но я обещаю, что к лету я постараюсь сбросить. Сейчас пью больше воды. Но прям кушать хочется все время. Не знаю, какой-то авитаминоз, наверное. Ну, блин. Ничего не могу с собой поделать. У меня, вы знаете, кто меня давно смотрит. Я вечно то худее, то толстее. И финальный штрих из всего многообразия моих духов. Нужно выбрать какие-нибудь одни. На этот раз это будет Виктория Сикрет. Это у нас Бомбшелл Форевер называется. Аромат супер просто нежный, волшебный, свежий. Обожаю. Ну, вот такой вот получился у меня образ. Я надеюсь, он вам понравился. Мне он кажется абсолютно весенним, абсолютно женственным, абсолютно легким. И, кстати, вот духи. Я сегодня делала немножечко наоборот. Вы знаете, кто смотрит меня давно. Я люблю парфюмом пользоваться в начале макияжа. Но в этот раз я решила воспользоваться им в конце. И вот прям, знаете, такой финальный аккорд. И образ окончательно сложился. Поэтому я забрасываю камеру, буду монтировать это видео попозже. А сейчас пойду гулять и наслаждаться солнечной погодой. Очень вас люблю. Ваша Вероника. Пока-пока.